Девушки отдыхают Вот этот Ты закричала? Нет, подожди, пожалуйста, потише Слушай, я никак не могу тебе навредить Вот видишь? Привет Как по мне, ты здесь по ошибке Еще один человек, верно? Упавший сюда по случайности Вот это сюрприз Ты замечаешь намеки на ребяческий сарказм Но цветок все же выглядит достаточно дружелюбным Видимо, ты из глупых и неуклюжих Не в обиду, я Флауе Флауе и цветок Он протягивает свой листочек, словно руку Пожать его? Принять Здесь, внизу Можешь считать меня твоим лучшим другом Видишь ли? Здесь, внизу Ешь! Или будь съеденным О боже! Ты выглядишь как самый грустный человек на земле Ладно, ладно Я не собирался тебя пугать Ну-ка Положи меня в свой карман Может быть, вместе мы сможем выбраться из этого проклятого места? Вижу, что никто из нас оставаться не хочет Что думаешь, друг? О! Ты выглядишь весьма мило, когда улыбаешь... Без всякого предупреждения плавный вспыхивает пламя. Его крюки пронзают воздух. Ты видишь вспышку белого цвета. А затем больше ничего. В темноте к тебе тянутся руки. Ты сидишь неподвижно, пока они дотрагиваются до твоей шеи. Моё дитя. Ты поднимаешь глаза. Что за ужасное существо, мучающее такое бедное, невинное дитя. Всё хорошо, дорогая. Ты в безопасности. Пожалуйста, не плачь. Этот добрый монстр, кажется, не понимает, что она натворила. Ах, вот так-то лучше. Следуй за мной. Я отведу тебя домой и приготовлю поесть. Но всё же она добра. Вот, пожалуйста. Ирисково-коричный пирог. Я не должна отпускать тебя голодной. Ах, какая же ты милая. Твоим родителям повезло иметь такую милую маленькую девочку. Я рада, что нашла этот бантик. Это подарок от другого ребёнка, который недавно тут проходил. К сожалению, она не очень хорошо себя вела. Немного нахальная. Я уверена, что ты бы поняла меня. Но я верю, что со временем люди могут меняться. Ты со мной согласна? Да. Ты соглашаешься с дружелюбной козломамой? Она выглядит довольной. Ах, а ты послушная маленькая девочка. Какое облегчение. Видишь ли, за прошедшие годы я позаботилась о многих детях. Конечно, я отпустила их домой, как только они были готовы. Опасно. Её дружелюбная болтовня на пару с вкусным и резко-коричным пирогом наполняет твоё сердце удовольствием. Хотя вот тебя мне будет сложно отпустить. Позже этой же ночью. Дыши глубже, дитя. Мне так жаль. Я совсем забыла о том, как еда монстров действует на людей. Сюда, сюда. Ах, боже мой. Я не могу отпустить тебя домой в таком состоянии. Будешь отдыхать здесь, пока не восстановишь свои силы. Оставайся на месте, дитя. Я принесу тебе лекарства из моего сада. Она ушла. Ты быстро собираешься силами и тянешь руку под кровать. Превосходно. Забравшись под кровать, ты роешься в холодной темноте. Вот он. Там же, где ты его и оставила. Тебе повезло его спрятать, пока она отвернулась. Так же, как тебе повезло и схватить Флау, и пока она не заметила. И, возможно, даже вместе вроде этого, тебе повезёт настолько, чтобы найти лекарства. Ты выглядываешь из-за двери. Турель всё ещё копается снаружи. Время поисков. Ты обыскиваешь её шкаф, её кресло, её кухню. Холодильник не сдвинут с места. Воды нет. Шкафчики закрыты на замок. Печь пуста. Ты обыскала всё. Но ты больше ничего не можешь сделать. Цветок умер. И ты в ловушке. Комната уходит у тебя из-под ног. Тошнота возвращается. Тебе становится плохо. И тебя рвёт прямо на пол. Подожди-ка. Это ещё что? Всё чисто. Ты цепляешься пальцами за кольцо, прикреплённое к плитке, и нежно тянешь его на себя. К твоему облегчению плитка открывается. Ты протягиваешь руку внутрь неё. Это ещё что такое? Ты находишь маленький стеклёный сосуд, наполненный холодно-прозрачной голубой жидкостью. Стекло мягкое и ровное. Ты чувствуешь, что это нечто ценное. Должно быть, это то, что тебе надо. Ты возвращаешься к себе в комнату. Выливаешь содержимое сосуда на изъёмлю и ждёшь. Ничего... Вау, поверить не могу. Ты действительно вытащила меня с того света. Итак... Что я пропустил? Флавий спрашивает, почему ты такая бледная. Ты объясняешь. Расстройство желудка? Это не может быть правдой. Еда монстров сразу преобразуется в энергию. Твой организм не должен так реагировать. Разве что... Ализа, нам нужно уходить. Здесь были и другие дети. Больше я их не видел. И эта целебная вода... Она что-то скрывает. Я не думаю, что ты здесь умрёшь. Я думаю, что тебе предстоит что-то гораздо хуже. Кому ты доверишься? Флавий? Туриль? Ты спасаешь Флавий. Ализа! Брось это сейчас же! Ты отказываешься. Пламя оставляет дыру в стене позади тебя. Цветок вылетает наружу. Что происходит? Как жаль Я надеялась, что ты будешь хорошей девочкой Этот безумный коза монстр достает шприц Это для твоего же блага Игла врезается в твою шею Это был твой выбор, дитя Не мой И остается лишь темнота Тихо, тихо А теперь отдыхай, дитя Ну вот, еще один Жаль, я думаю, у нее были шансы А ты куда идешь, ведьма? О нет, только не он Алиса Алиса Подойди к стене, Алиса Да, вот так, Алиса Иди сюда Иди сюда и поиграй со мной Флауэй, это ты? Да, Алиса Ей Это я Твой лучший друг Флауэй и цветок И мы с тобой хорошенько повеселимся Ты жива? Ну же, помоги мне Мы теряем время Эй, что с тобой? Ты тронулась умом? Я прошу тебя Прыгнуть, Алиса Выпрыгни из стены И мы с тобой поиграем Ооо, ну я даже не знаю Ладно, забудь Я понял Спасибо Ооо Ооо И я не знал, что она Прости Просто следуй за мной, хорошо? Держись сзади и следуй за мной Но, Флауэй, ты куда? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе За приключениями, конечно же И это приключение называется Давай убьем коза маму Давай сюда Только Смотри, куда идешь Пожалуйста Пожалуйста, отведите меня домой Помогите мне Кто-нибудь Нет, 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 нет Не приближайся ко мне Она сказала мне, что снаружи небезопасно Мой ингалятор Куда она положила мой ингалятор? Когда я сказал, что мне надо домой У еды изменился вкус Поторопись, Ализа Мы должны найти ее до того, как она найдет нас Я пыталась убежать Пожалуйста, скажите моей маме, где я? А кто это? Как думаешь? Похоже на то, что если ты не сбежишь Ты проживешь тут еще долго Дитя Дитя Это ты? Где же спряталась моя малышка? Ализа, сюда Время пряток Я знаю, что ты там, Ализа Я с тобой тут не в игры играю, слышишь? Отвечай, когда я тебя зову Это еще что? Мое дитя Куда ты пропала? Вау! Приключения, прятки и охота за сокровищами Кто-нибудь ущипните меня Выпей меня Да Нет! Ализа! Я устала от твоего неповиновения, Ализа Вот как ты себя ведешь Смотри мне в глаза, когда я говорю с тобой Мамочка! Ну, конечно же! Дорогая! Ты что, не знаешь, как долго я тебя искала? Мама! Мамочка! Тише, тише, дорогая! Мама здесь Ты, должно быть, такое пережила Вместе мы в безопасности Навсегда Пойдем, дитя Я прочитаю тебе захватывающую книгу о шнурках Да, мамочка? Нет Так близко Будешь должна, человек Что? Эй! Разве я тебя не предупреждал? Здесь, внизу Ежели быть съеденным Нет! Я посмотрю, как ты сгоришь! Я собрал сокровище! Что происходит? Пссс! С возвращением! Ну же, давай выбираться Ну, ну, полегче Давай уйдем, пока она не заметила Эй! Ах! Время уходить Действие яда прошло И все же Ты до сих пор их видишь Там, внизу! Дальше по коридору Вон туда Поторопись Призраки Они показывают тебе путь Алиса! Ты маленький непослушный монстр! Вот он! Вот выход! Ты бежишь вниз по лестнице Дальше по коридору А вот и он Выход! Вперед, вперед, вперед! Она прямо за углом! Ее искаженная тень кричит Давай, Сан! Сейчас! Что? Кто такой С... Бл**ть! Хм... Тебе вновил умирать, не так ли, Ализа? Ну, кто-то же должен научить тебя, как здесь работает смерть. Ты мертва. Сумасшедшая коза-мама дала извращенное обещание психопату, и это закончилось костью в твоем горле. Добро пожаловать в Хоррор Дейл! О, и эта боль, которую ты чувствуешь. Этот ужас. Это только начало! В нормальном мире смерть окончательна, но здесь ты будешь сохраняться и загружаться во время испытывания сильных эмоций. В одно время этой эмоцией была решительность, но для тебя это... Страх! Вот так! После каждой твоей смерти ты будешь возвращаться к тому моменту, когда тебе больше всего хотелось умереть! Ох, ну же! Это ведь весьма иронично, не находишь? Что это за выражение лицо? Возможно, в тебе все еще осталось хоть какое-то жалкое чувство решительности. Ну, вот знаешь, ты помогла мне, я помог тебе. Я думаю, что мы хорошая команда. Так что я помогу тебе еще раз. Ты заново переживешь ближайший момент с Торрель. Побежишь медленнее, тебя убьют, но... Побежишь быстрее, тоже убьют. Итак, что ты сделаешь? Когда придет время, что ты сделаешь? Убить Торрель, обнять Торрель. Что? Что ты? Ты раскрываешь свои руки. Торрель падает на тебя прямо перед атакой из костей. Ее жизнь пощажена. Пожалуйста, не уходи! Меня столь многие покинули! Я... я знаю, что я сделала! Что я пыталась сделать! Пожалуйста! Я только хочу лучшего для тебя! Ты чувствуешь, как ее слезы капают на твое лицо. Она продолжает умолять тебя. Но ты уже сделала свой выбор. Ты нежно отталкиваешь ее и подходишь к гигантской двери. Она тебя отпускает. Ты слышишь утихающие шаги на другой стороне. Как только они прекратились... Ты распахиваешь дверь... И проскакиваешь на другую сторону. Ты слезы кап train Laudanrice неiodo. Ты не Frank. Ты ловишься. Эй, здесь кто-то есть? Старый трюк с подкрадыванием и пуганием до уср... Всегда прокатывает. В общем, ты же человек, да? Уморительно. Я Санс. Скелет Санс. Подать тебе руку помощи, претер. О, малая. Что такое? Хочешь, чтобы я отпустил? Ну как хочешь. Ой, ну хватит. Это всего лишь шутка. Возьми себя в руки Вообще, я сейчас должен следить за людьми Но, эм, у меня нет аппетита А вот мой брат Папирус Санс! Санс, ты где? Ты опять сам с тобой разговариваешь? Я вас вам нуждаюсь в своей помощи! Санс! А вот и мой брат идет Нам лучше тебя спрятать Быстрее, зато от удобной формы труп Ну уже, не будь такой бестельницей Пахнет отвратно Как насчет сегодня? Че как, бро? Ты знаешь че как, брат! Прошло уже 8 лет, а ты до сих пор не... Затем трупом прячется человек Что? Правда? Ага, поскорее зацени Че-е-е-е-е-е-е-е-е-к! Эх... Санс! Санс! Я это сделал! Я поймал последнего человека! Я же говорил, что кто-нибудь клюнет! Ага Хотя я удивлен, что все получилось так быстро Никого из людей не удалось так легко поймать Ну, как глупо Странно, что ты оказалась такой легкой добычей Разве что... Конечно! Хитрый человек! Ты прикидываешься слабый, чтобы я ослабил бдительность! Вся эта игра в храбую и беспомощную, всего лишь начало её зловещего плана по обыгрыванию меня. Воу, Папс, какая дедукция. Будет лучше пропустить пазлы и сразу доставить её к номеру пять. Слишком рискованно. Подготовимся, как обычно. Слышишь меня, брат? Боже да. Мог бы и не кричать так. Я как бы в двух шагах отец. Вернись на свою станцию! Всё! Поторопись, Санс! Мы должны подготовиться, пока она не восстановила свои силы! Ммм... Ладно. У тебя хорошо получилось добавить неработки человека. Вот всё и началось! Человек, я бросаю тебе вызов! Пройди это место, используя магический шар, который я только что тебе дал! Мы уверим, насколько ты на самом деле умна! Верно, Санс? Конечно, у каждого пазла есть особое правило! И правило этого в том, что... Эм... Эм... Добро тебе поможем! Три? Это слишком много! Нам пришлось так сделать, из-за того, что до последнего пазла никто не доходил. И откуда я тебе достану тебе подарка, Санс? Клянусь, да ты просто обожаешь доставлять мне побольше работы! Нет, Папс! Я тебе каждый раз это говорю! Подарки! Подсказки! А подвязки чем-то помогут? Нет! Подсказки! Нет подсказки? Я думал, мы договорились, что стоит дать человеку три! Не делай так! Иначе она может умереть, не дойдя до грандиозного финала! Ты сам придумал это тупое правило! Если ты в нем запутался, то убери его и убей ее! Но как нам тогда проводить время? Я сказал три подсказки! Три! И больше никаких жалоб! Ладно, ладно! Так сколько там подарков? Забудь о грёбанных подарках! С этими ребятами что-то не то! Ты как обычно несешь бред! Папирус! Хватит! Подойди, человек! Этот шар тебя защитит! Ты хватаешься за шар и делаешь свой первый шар! Вот все и началось! Человек! Я бросаю тебе вызов! Пройди это место используя магический шар, который я только что тебе дал! Мы увидим насколько ты на самом деле умна! Верно Санс? Хе-хе-хе-хе! Мм? Брат! Тебя что-то рассмешило? Рассказывай! Не знаю! У меня почему-то сейчас хорошее настроение... В любом случае! У каждого пазла есть особое правило! И правило этого в том, что... В чём там было правило, брат? Пять пазлов. Три... Подарка. Вау, и ты решила пазл с первой попытки? Наконец-то появился человек, достойный быть моим пленником. Минуточку. Откуда она знала... Господи! Боже милощадный! Человеку осталось всего четыре пазла! А у неё всё ещё есть три подсказки! Подожди, что? Нельзя терять время! К следующему пазлу, Санс! Как скажешь, Папс. Ты тащишься по этому леденящему холодному снегу и задаёшься вопросом. Твои друзья. Твои родители. Где они? Разве они не знают, где ты? Разве им нет дела? Как же ужасно бродить здесь в одиночестве, будучи принуждённой решать эти смертельно опасные пазлы. Кто-то плачет? Это просто бесполезная куча снега. Будто бы снег умеет плакать. Тебе ещё нужно разобраться с пазлами. Нет. И всё же, твоё сердце говорит тебе строить. Спасибо. Спасибо. Вот так, мистер снеговик. Вам больше не нужно плакать. Спасибо, малышка. После всего, через что я прошёл, я представить себе не мог, что человек может быть добрым. Не за что. Возьми мой нос и кусок снега. Морковка замёрзла, и снег больше не съедобен из-за этой вредной окружающей среды. Но надеюсь, что они каким-то образом смогут тебе помочь. Вот мы и снова начали. Человек, я бросаю тебе в вызов. Пересеки эту снежную дорожку. Что в этом может быть тяжёлого? Ты начинаешь ненавидеть этих ребят. Выглядит просто. Но это должно быть ужасный трюк. Эта мысль наполняет тебя страхом. Возможно, если ты её обойдёшь... Запомни, какое что важное. Здесь внизу у нас есть особый снег. Если ты видишь голубой снег, то обойди его, и тогда он тебе не навредит. Вот как это просто запомнить. Представь знак «Стоп». Когда ты видишь знак «Стоп», ты ведь останавливаешься, верно? Подсказку! Я хочу взять подсказку! Твои руки застряли в веском снеге. Я не могу показать жест, я тону! Знаки «Стоп» красные. Так что представь, вместо этого синий знак. Просто. Правда? Они не отвечают на твои крики. Пожалуйста! Так что пойми, пока идёшь... Пожалуйста! Тебя тянет всё ниже. Так холодно. Помогите! Подсказку! Думаю о голубых знаках «Стоп». Эээээ... Чего ты ж... Ты показываешь жест. Три подсказки. Теперь они обязаны тебе помочь. Что? Ты даже не попробовала! Просто сделай шаг! Ты отказываешься. Хе-хе. Хе-хе. Вау! Никогда не видел человека слишком тупого, чтобы просто обойти эту херовину. ага-ага хватит с тебя этого дерьма в чем проблема наживка никогда шуток не слышала бесполезно она не звенится с места шанс я все на пленницу да ты шутишь это трогать не буду ты как всегда очень помог не бойся человек я великий папирус единственный скелет который здесь хоть что-то делает приду тебе на помощь это было слегка неуместным и дам на ручке ничего сложного что делаете из мухи слона получается она справится со следующим умная девочка должен сказать твое образцовое выступление очень вдохновляет думает и даже можешь дожить до моего последнего пошла наконец посмотри какая она худая это неприемлемо пожалуйста пустите меня домой это унизитель это дает нам несправедливое преимущество он ушел ты идешь за сумасшедшим скелетом похоже что у него есть еда что это тут у нас голубой снег волосы этот свежий на вид шрам из руин ты вышла без единой царапины думаешь ты здесь самая умная черт может так и есть я не спорю но хочешь узнать что я думаю что ты всего лишь грязный читер и к твоему сожалению наказание будет грязным он исчез и что-то тебе оставил ты замерзла но на данный момент это не имеет никакого значения он ушел соскочилась по старому доброму мне это мило тяжело тебе пришлось прости подруга ты наверное уже поняла почему я избегаю этого психа но он не скоро вернется не то чтобы я под впечатлением на любой его из леса очень плохие новости даже солнцу не хочется с этим связываться но вот тебе совет услышишь вой не двигайся я не могу остаться надолго если ты хочешь сбежать то я нужен тебе живым что это думаю что веселого в этом мало но дело тут не только в тебе ты хоть представляешь как я рискую пока здесь нахожусь у тебя все получится просто сохраняй решимость и слушай эти скелеты психи но здесь внизу они главные психи убеди их оставить тебя в живых и в этом городе тебе будет безопасно папирус выглядит как монстр но на самом деле он полный дурачок очаруй его и он может стать твоим главным союзником я настаиваю съешь мои спагетти его брат по безумному не предсказуем просто держись от него как можно дальше и не дай ему ничего про себя узнать он ну выслушай-ка меня приятель возможно я раньше слегка переборщил но я отплачу тебе дружеским советом говорят что у моего бро есть человеческая нотка лучше не ешь его спагетти малая загляни-ка ко мне на часовую станцию я сделаю тебе вкусный сочный хот-дог это важный выбор ализа я буду за тобой наблюдать удачи подруга выбрать хот-дог выбрать спагетти и что ты смеешь не хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе прекрасный выбор ты наполняешь свой урчащий желудок это еда этот аромат боже как хорошо ты спрашиваешь можно ли тебе еще Аппетитно, не правда ли? Никто, будь то человек или монстр, никогда не мог противостоять моему вкуснепти-спагетти. Так что, как тебе? Дело не в том, вкусно или нет. Дело в том, сколько. К тому же, Санс ведь блефовал. Нет ничего плохого в том, чтобы взять еще чуть-чуть пасты. Ты сделала правильный выбор. Ты здорова, и Папирус теперь твой союзник. Никому не нужно знать, что ты сделала. Никому не нужно знать. Эй, а вот и наш человекоед. Да, Брар мне все рассказал. Если честно, я давно не видел его таким счастливым. Не то, чтобы я твой поступок одобряю, это... это отвратительно. Думаю, что ты не могла сдержаться. Ведь все-таки... Ты то, что ты ешь, правда? Надерзите, ты называешь скелета лицемером. Прошу прощения. Между нами что? Пролилась кровь? Понимаю. Ты все еще злишься из-за того момента с наказанием, да? Я думал, это уже в прошлом. Слушай, приятель. Я знаю, что ты не жульничаешь. Будь я тобой, я бы попытался как-нибудь избежать поедания своих же. Так что... Ты, наверное, все-таки не та ничтожная подлая помеха, за которую я тебя принял. Боже, спасибо. Но называть меня лицемером? Если ты не заметил, подруга. Я не человек. Я могу из детишек, типа тебя, ведрами. И это все равно не считалось бы каннибализмом. Но я никогда... Забудь. Это мрачное выражение лица. Что он пытается сказать? Ты... Ты никогда не... К тому же я слышал, что в пасте папируса охрененно крутые специи. Базилик, шалфей, розмарин, тмин, имбирь, паприка, оливия, брайан. О боже. Это не специи. Это имена. Мак, кубе, корица, мускат, гвоздика, шафран. Кале, какао, жасмин, дижон. Ты чувствуешь, как в твоем желудке поднимается вихрь. Эй, это не по теме, но... Как там тебя зовут? Ализа! Готово? Нас ждет следующий пазл! Ай, да. Ализа. Ах, человек, этот огонек в твоих глазах. Ты определенно готова к настоящему вызову. Пожалуйста, не убивай меня. Но, признаюсь, следующий пазл пока еще не готов для поимки человека. Что же делать? Милая. Похоже, что нашлось время и для убийства. О, я знаю! Почему бы тебя не встретиться с местными из Ноудина? Ты можешь потушеваться с ними, пока я не подготовлю 14 пазл. Ты спрашиваешь, дружелюбно или монстра? Боже, нет. Апсо позитивно-людно. Ага, конечно. Ну, то есть, когда они к тебе привыкнут. Значит, договорились. Идем на ручки. И вот ты отправляешься в путешествие. Ах, малышка, посмотри, как далеко ты зашла. Ты в самом деле сделала великого папируса счастливым скелетом. Поймая тебя, я был бы еще счастливее. Но это тоже близко. Даже Шанс счастлив. Со временем несчастного случая он едва ли когда-либо улыбался. Эх, так много времени прошло. Вы добрались до города, но вокруг никого нет. Вот мы и пришли. Побудь здесь, и я за тобой вернусь. Удачи, малышка. Привет. Вот дерьмо. Это человек? Смотрите, какая маленькая. А, она знает, где она? Она вкусно пахнет. Ты не будь еще голоден? Удивительно, но ты заговорила. Санс и его брат отправили меня сюда встретиться с вами. Они сказали, что у вас... Их может быть парочка историй для меня. Слышал боль на зуб? Малышка Алиса хочет побольше узнать об обитателях страны чудес. Какая прелесть. Возможно, она хочет узнать о том, как мне нынче нравится блюдо из ледей. Такое чувство, будто бы ты вступила в лужу. Хватит, Большерот. Я знаю, зачем она здесь. Ты хочешь побольше узнать о них, разве нет? Ты хочешь узнать, как все скатилось к чертям? Прошу прощения. Если бы только еще один стакан, чтобы забыть об этом кошмаре. Но пока что мне приходится помнить. Когда у нас еще была магическая еда, когда королева еще была доброй, жизнь была выносимой. В Папирусе было столько энергии и счастья. Он приходил в наши дома, доставлял еду и надеялся на будущее, ради которого стоило бы жить. И мой Санси, такой пухлый и смешной. Он убедил нас всех, что пара шуток в хорошей компании могут дать силы идти дальше. А потом наступили отчаянные времена. Папирус изобрел скрученные спагетти, из-за которого его глаза впали, а зубы закровоточили. Сначала оно было ужасным, а потом оно вроде как пришлось нам по вкусу. Бедный Санс, годы голода, выдворили всю доброту из его костей. Благодаря нему мы защищены от гнева ее величества. Но из-за его растущего психоза ему становится трудно доверять. И это уродливая травма. Ты спрашиваешь про несчастный случай. Несчастный случай? Это был не несчастный случай! Ха-ха! Слушай внимательно, малышка. Как мэр я поведаю тебе, что действительно случилось. Ты не мэр! Я был вместе с ним в его последний визит в Хотлэнд. Тогда это было обычным делом. Когда Папирус не мог сказать о наших ухудшающихся проблемах, Санс пошел за него. Мы, как обычно, болтали. Прямо как в лучшие времена. Все же что-то было не так в этот день. Я попрощался с ним. Упаковал грушу в дорогу. Он отмахнулся в своей обычной манере. Медвежья услуга, как обычно. Да, друг? Но я видел это в его глазах. Что-то его тревожило. Я смотрел ему вслед, никогда не решая сказать ему, Как сильно мы заботились о нем и его братья. Наша еда... Нет, наша вменяемость зависела от их тяжелой работы. Я ждал. И когда это не дало результатов... Я последовал за ним. Вскоре я нашел его. Трудно было не заметить их неприятное разногласие. Черт побери, Санс. Я верила, что ты справишься с этим. Все это время ты работал, что ты и так всегда делаешь спустя рукава. И все зря. Слушай, я испробовал все. Все эти 12 месяцев напрягал свой чирик, пробуя все варианты. Должен сказать, вы устроили тут большой хаос, ваше высочество. Я? На себя посмотри. Альфис сказала, что ты можешь исправить это и всех спасти. Вместо этого ты просто теряешь время в любой момент, который можешь улучить. Так, чтобы ни для кого ничего не делать. О да. Ты видишь меня насквозь. Я просто обожаю не спать по миллион часов, пока я трачу свое время, например, помогая своему брату искать еду, или уговаривая своих друзей не обращаться в пыль. Но это не должно волновать мисс Великую и Могучую. Не, не должно. Но, пока она свободно правит, когда мы, маленькие жители, исчезаем заодно с ядром. Да как ты смеешь? Потом их голоса стихли, и я понадеялся, что они простили друг друга. Но когда я вошел через эту чертову дверь, что я услышал, друзья мои? Было чудовищно. Что? Чего ты на меня так смотришь? Санс, я дала тебе шанс. Как королева, я должна сделать то, что будет лучше для всех. Стража, прокалите его! Ты ведь не серьезно? Не трогайте меня. Я побежал к двери, выкрикивая его имя. Что за херня? Вы что, пытаетесь меня убить? Санс! Эй! Отпустите моего друга! Держите его! Что? Нет, нет, нет. Не держите его. Ну же, ребят. Не дайте ей это сделать. Я ведь ваш друг. Я найду способ это все исправить. Я клянусь. Я обещаю. Мне нужно еще немного времени. Шесть месяцев. Три месяца. Я не буду спать. Я найду способ. Я... Иногда... Жизнь одного не так важна, как жизнь многих. Нет, вы не можете. Мой брат... Я должна, Санс. Этого хочет народ. Я не могу вам рассказать, друзья, что произошло дальше. Шум был оглушающим. Треск силы, смешанный с криками, воплями. А затем... Тишина. Она пугала меня больше, чем хаос. Санс! Ты жив? Нет! Нет, нет! О боже! О боже! А-а-а-а! Ноги понесли меня в Сноутин. Но мой разум зациклился на том, что я услышал. Что я увидел. Даже сейчас я все еще чувствую частички пыли под своими когтями. Санса больше нет. Зато есть Андаин. Это была абсолютная катастрофа. И папирус. Ох, что же ему сказать? В этом грустная правда, народ. если мы будем ждать души большинство из нас не выживут время встряхнуться королева установила новую политику начиная с сегодняшнего дня люди для нас не просто источник душ они источники еды если кто-нибудь увидит человека мы должны сообщить об этом папирусу или мне следуйте этому правилу и санс ты уверен что все в порядке мне уже лучше ее величество очень и печали на своим полным и неоспоримым провалом в нашем спасении что любой кто поменит при ней эту политику будет отправлен в тюрьму вопросы я поверить не мог там покрыты кровью стоял он призывая нас поедать людей и при этом антон ни слова не говорить про это никуда не уходи я созываю семейное собрание это было немыслимо но что иронично похоже он в конечном итоге был прав верно друзья нет я категорически против ты бы знал как сильно меня задели твои слова мне их даже вспоминать противно папирус я понимаю что это не пикник но мы должны быть реалисты ты хочешь чтобы все твои друзья умерли с голоду это неправильно это это совсем на тебя не похоже ты хочешь сказать как ты мог предложить такую вещь ты возвращаешься домой с этой травмой и я даже не знаю могу ли я тебе доверять черт побери санс я верила что ты справишься с этим мне уже надоело что все обращаются со мной как с террористом извини меня санс я решил больше никто не будет есть человека я решил окончательно у меня есть кое-что для тебя это это не так уж много но думаю сейчас самое подходящее время санс где это последнее что я сохранил бро как насчет того чтобы приготовить нам большой пир последний раз но вот и вся история кто-нибудь еще хочет поделиться не я не мне нормально в таком случае тогда история грилби грустно магия воздухе поддерживала огонь благодаря которому он существовал но теперь когда магии почти не осталось огонь словно кислота разъедает его душ беспрерывно сжигая его заживо некоторые говорят что его история грустнее всех когда грилби поднимают тебя на руки ты слышишь как монстры поют ты молишь о помощи грилби подготавливает гриль грилби нельзя же ее так просто сжечь делая это медленно я люблю посочнее с удовольствие помогите помогите нет тебя готовят мамочка ну разве не забавно чувствует запах кожи поджареной до корочки ты непроизвольно бьешься в конвульсиях пока монстры пускают слюни смотря как ты превращаешься из человека в кусок мяса у тебя начинает темнеть в глазах И ты резко показываешь жест Еще две подсказки Минуточку, внимание! Королева почтила нас своим присутствием Королева! Нам нужно избавиться от человека И вот ты летишь Кто-нибудь поймайте ее! Недожаренный человек! Какая гадость! Уберите ее от меня! Быстрее, Королеве нельзя ее видеть Грилбит сказал поторопиться, вашу мать Я бы помог, но ведь мне еще мэром быть Ты больше не мэр, черт возьми Кто-нибудь откройте окна, нужно проветрить Много друзей завела? Королева снаружи, идиот! Мир крутится перед глазами Ну так что? Сильно они к тебе потеплели Ну и какой тебе четвертый пазл? Ты отсюда выбралась чуть ли не ценой своей шкуры Эй, куда она делась? Не важно, строитесь! Эй, ну же! Не надо так на меня смотреть Это всего лишь разогрев греш. Что, стало слишком жаркой? У тебя осталось совсем чуть-чуть здоровья. Ты чувствуешь боль по всему телу, пока сердце заставляет кровь пробиваться через прожаренные артерии. Но, к удивлению, ты жива. У тебя, возможно, получится исцелиться, если на смертном Андре не появятся новые угрозы. Ты с усилием встаешь на ноги. В любом случае, Пабс ждет... дома. Он покажет тебе последний... Воу, Грилби. Ты... неплохо ты ее поджарил, правда? Легкая добыча. Еда. Есть. Есть. Сок. Курочка. Мясо. Еда. О, нет. Ты благодаришь Санса за спасение твоей жизни. Забей. Сделка есть сделка. Тебе нужно выбираться. Он трясется. Что с ним не так? Санс? Я не хочу есть. Я не хочу есть. Все в порядке? Я не стану есть человека. Я не стану. Здесь нет никакой еды. Я не могу. Секундочку. Твоя прожаренная плоть. Она, должно быть, сводит его с ума. Он сказал, что не станет есть Человеческое мясо. Насколько времени уже прошло? Ты поднимаешь глаза. Это добром не кончится. Человеческое мясо. я тут подумал почему бы тебе не задержаться ненадолго мы могли бы поболтать устроить пир на костях будет весело что скажешь убежать взять последнюю подсказку ты быстро устремляешься в другом направлении далеко ты не уходишь все кончено малая пора бы тебе помочь голодному другу я 7 лет ждал своего кусочка и больше не буду ждать ни секунды тебе конец принимайте заказ он отрывает твою руку словно барабанную палочку сонс нет мажор какой ужас подумать только я причинил вред своей кости и праху не говоря уже о том что этого неуклюжий непутевый брат но я всего лишь следовал свои инструкции это определенно нельзя назвать покушением на убийство у меня в глазах звезды стоят у нас нет времени на хваляные речи брат у меня для тебя ужасные новости королева она пришла ты шутишь нет где малая ну она вот что за что произошло восхитительно не волнуйся брат я береги папирус займусь ее поисками нет папс тебе нельзя пропускать перекличку как только это рыба психопатка увидит что тебя нет она отправится на поиски я нельзя здесь рыскать пока малая на свободе слишком большой риск я найду и только сначала помою руки итак кто из вас эгоистичных мудаков забрал последнюю конфетку это точно лучше вид подземелья я видел как ты вчера тренировала стражников такой эпик их там было в 10 раз больше и ты такая типа а потом бац и они уже все лицом в земле это было прям как в кино я откуда ты вообще знаешь все эти движения клянусь андайн ты самая крутая в подземелье так вот как ты думаешь если я и в самом деле такая крутая то почему мы еще торчим здесь а почему прошли годы а мы все еще в этой ловушке пока эти убийцы пляшут над нашими головами слушай мне плевать на крутые движения да и на то что я королева тоже все чего я хочу это свобода для монстров и медленная мучительная смерть всего человечества я что так много прошу давай посмотрим правде в глаза если последний человек не пройдет в ближайшие пять минут то я имела в виду чего это я быть королевой не так уж и плохо как насчет мороженого я угощаю хорошо ваше величество это ужасно ужасно антайн нам нужно в ядро сейчас же нам конец что такое у альфис опять закончилась лапша смейся смейся но когда ты узнаешь зачем я здесь то перестанешь что как могло ядро наш единственный бесперебойный источник энергии перестать работать и что это значит для нас альфис поговори со мной он нет альфис говорит что ядро генерирует всю магию которая нам необходима для жизни просто задумайся никакой еды и фильтрации воздуха как думаешь что из этого выйдет я я секундочку с чего мы вообще волнуемся ты разговариваешь с королевой подземелья думаю что с умом альфис да под моим командованием мы это все быстро исправим альфис как мы это исправим упс пойдем пирожочек оставим этих двоих на разговор значит мороженого не будет тише альфис пожалуйста поговори со мной я знаю что тот ублюдок человек убил наших друзей но я все еще здесь ты мне нужна альфис сейчас как никогда что ничего после всего этого ты даже не попытаешься помочь ну и ладно продолжай быть бесполезной я столько для тебя сделала и это твоя благодарность я знала что тебе плевать я справлюсь сама внимание всем монстрам к сожалению из-за чрезмерного использования ядро временно находится в неисправном состоянии без паники я собираю совет для изучения и решения проблемы приходите в лабораторию в хотленде если вы ботан и знаете как работает ядро эй санс королева назначила еще одно собрание пойдешь с нами в ядро не дружок не сегодня грилби за мной тут присмотрит к тому же я и так уже делал всем еду я думаю я уже заслужил свое воу грилби что с тобой приятель все хорошо неплохой способ растопить лед боже что за чтобы не так санс помоги мне помоги Я... Я... Помоги! Окей, я в деле. Моя королева, монстры водопада не обнаружили дефектов на верхнем уровне. Они готовы к тесту двигателя. Хорошо, я поставлю таймер на полчаса. Ваше высочество, куда мне положить эту арматуру? Оставь здесь, я о ней позабочусь. Итак, где же Санс? Я слышала, он решил к нам присоединиться. Сегодня. Боюсь, он опаздывает. Он... Он старается. Как и мы все. Эй. Простите, я опоздал. Я... Слушайте. Я не очень часто появлялся, но... Скажем так, я загорелся идеей благодаря одному анониму. Так вот, надеюсь, это загладит мою вину. Эм, конечно. Спасибо, Санс. О боже. Санс, это же... Это невероятно! Круто. Это же инсайдерская информация. Об этом даже Альфис не знает. Как ты вообще... Ничего такого. К тому же, для чего тогда друзья? Брат, я рад, что ты сегодня решил показаться. А то у меня уже для тебя оправдания кончаются. Да, я в курсе. Я ценю, Папс. Глянь, похоже, Альфис Андайн снова подруги. Приятно видеть. Думаю, им суждено быть подругами. Эй! Ваше величество! Время заключить Альфис в дружеские объятия! Ну, раз уж все разрешилось, то пора и на обед. Звучит неплохо. О! Воу, Альфис, все в порядке? Выглядишь напряженно. Брат, ты идешь? Брат? Санс? А? То есть... Ага, иду. То есть... Ты... Видел, как она на меня посмотрела? Ха! Ты что, какой-то скелетвор? Пойдем! Я уверен, тебе сейчас просто от голода плохо! Первый месяц после поломки. Тем плохо! Тем есть тем! Тем не плохо. Тем не есть тем. Второй месяц. Нужна помощь! Монстру плохо! Третий месяц. Кто-нибудь! Помогите! Помогите мне! Альфис, если ты это читаешь, то я уже больше не королев в подземелье. Пожалуйста, пойми меня. Это не твоя вина. Я больше не могу воодушевлять наш народ. Нет! Андаин! 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 Подожди, Андаин! Не двигайся! Альфис, это ты? Что ты делаешь? Андаин! С меня хватит! Все эти месяцы без питания! Что я могу показать в ответ? Ничего! Ничего, кроме сирот и кучек пепла! Что у меня получилось, так это всех подвезти! Из-за меня все умирают! Из-за меня все заточены на этом чертовом монстровском кладбище! Я не подхожу на роль королевы Альфис! Я... Для меня роли нет! Подожди! Новый источник питания! Вот что тебе нужно, так? Источник достаточно мощный, чтобы снова запустить ядро! Ага! Как будто это когда-то случится! У меня есть идея! Что? Подожди, ты серьезно? О боже! Альфис, что это? Просто отойди от края! Тебе... Тебе может не понравиться то, что ты сейчас услышишь! Что? Нет... Нет! Нет! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! Ты не можешь так со мной поступать! Ты не можешь заставить меня выбирать! А-а-а-а! Ваше величество, пожалуйста, попытайтесь понять! Я бы никогда не предложила такое ужасное решение, если бы у нас был другой выход! Но страшная правда заключается в том, что его нет! Как я могла скрывать эту информацию, зная, что это может быть нашей последней надеждой? Отдайн, если ты это не сделаешь, мы все умрем! Нет! Ты предлагаешь убийство! Мне плевать, что будет! Я никогда не пожертвую одним из нас! Если мы все и умрем, то мы умрем друзьями! Ты не знаешь его так хорошо, как я, Андаин! Просто пригласи его в ядро! Быть может, Санс... Не называй его по имени! Ты хочешь его убить! Я не хочу его убивать! Я хочу, чтобы выжили все остальные! Это не одно и то же! У него есть невероятная сила, Андаин! Если мы сможем ее извлечь, мы перезапустим ядро и спасем несчетное количество жизней! Я... Я знаю, что это отвратительно! И он тоже мне дорог! Но если мы не сделаем это сейчас, то рано или поздно все равно придется! И он умен! Возможно, Санс уже знает об этом решении! Возможно, он ждет твоей просьбы! Возможно, он захочет это сделать! Заткнись! Он в депрессии! Заткнись, я сказала! После всего, что он для нас сделал... Ты мой спаситель, Санс! Без проблем! Береги себя! Я никогда не причиню ему вреда! Никогда! 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 Нет-нет-нет-нет! Ты не можешь так со мной поступать! Ты не можешь заставить меня выбирать! Ваше Величество, пожалуйста, попытайтесь понять! Я бы никогда не предложила такое ужасное... Нет! Ты предлагай его по имени! Ты хочешь его убить! Я никогда не пожертвую один из нас! Мы умрем! Ты не знаешь, что мы его так хрустят! Я, Дайн! Это я твой тоже! Ты знаешь, что это может быть нашей последней задержкой! Санс! Ты все еще там? Я принес тебе пищу! Что-то вроде... Санс! Пожалуйста, открой дверь! Пожалуйста! Давай не будем, как в прошлый раз! Здравствуй, брат! Это всего лишь Рогоз! Но я думал, тебе понравится! Я в норме! Папирус! Подожди! Мне просто нужно понять! Что произошло в водопаде? С того момента ты все время сидишь здесь! И это... 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 Эм... Это... Пугает! Потом! Хорошо! Не хочешь, чтобы я здесь крутился? Как раз вовремя! Мне все равно нужно идти с отчатом в ядро! Нет! Не приближайся к этому месту! Пап, спрошу тебя! О! И это еще почему? Потому что... Потому что... Потому что... Папирус! Ты не видел Санса? Он мне уже много дней не звонил! Пф! Да... Но... Я уже собирался в ведро, когда мой брат метко напомнил мне завершить свой дневной обход по обеспечению питания! Он предложил пойти вместо меня! Предложил? Я думал, Санс это все ненавидит! Возможно! Я не стал задавать вопросов! Что угодно! Лишь бы он вышел из этой своей чертовой лаборатории! Ушел на встречу с королевой! Но он прошел бы это место по дороге! Его не видно! А вот и он! Эй! Привет тебе! Санс! Подожди! Я везде тебя искал! Что нового, приятель? Эй! Санс! Санс! Что? Что такое? А, это ты? Мой друг, где же ты был? Тебя ищет весь город! Расскажи, что случилось? Что? Раз уж я пару дней не выходил из дома, то я, по-вашему, медленно начал сходить с ума в попытках исправить все наши проблемы, в то же время съедаемым мучительным предчувствием, предательству и неизбежной смерти? Уморительно просто! Ну, конечно же, нет! Мог бы и сам догадаться, что у тебя все под контролем! Давай хотя бы провожу тебя до черты города! Что скажешь? Конечно! Буду рад! Тебе ведь еще сегодня надо заняться раздачей! Нельзя друзей бросать без еды! Верно? Ну да! Но что насчет андайн? Она ждет... Я схожу! Мне все равно нужен перерыв! Да! Тебе это будет на пользу! А когда ты вернешься, мы наконец-то сможем побыть вместе! Ты же вернешься! Правда? Конечно! Думаешь, я сбежать пытаюсь? Не так-то просто! Этого не может быть! О боже! Ну, ну! Все в порядке! У меня для тебя кое-что есть! Мелочь, конечно! Но тебе станет лучше! Можешь забрать, если... Санц! Все совсем плохо! Все совсем плохо! Все не так плохо, да? Нет! Все не так и плохо! Совсем... Неплохо! Он сказал, что все не так плохо! Я все еще могу пойти в школу! Раз Санц сказал, что... Все не так плохо! Твою мать! Тут голос! Санц, это ты? Альфис! Я этого не делал! Она начала распыляться до того, как я сюда пришел! Клянусь, я пытался помочь бедному ребенку! Ты должен поверить мне! Вау! Привет! Все в порядке, сынок! Я видел, что случилось! Добро пожаловать в Хотленд! Ох, я рад! Похоже! Хорошее местечко тут у тебя! Мне нравится то, что ты сделал со всеми мертвецами! Что ты здесь делаешь, Санц? Андаин велела мне ждать твоего брата сегодня вечером! Он болен? Папс что-то дома задерживается! Я пойду схожу за ним! Что ж, ты не должен был приходить сюда! Ты находишься в опасной части города, сынок! Так в этом все дело! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Нет! Я родом из этой опасной части города! Это место... Я не могу найти слов, чтобы описать его! Хм... Пойдем я провожу тебя в лабораторию! Пойдем я провожу тебя в лабораторию! Вы знаете... Могу поспорить, что я мог бы ее спасти, если бы я пришел на пять секунд раньше! Черт побери! Хм... Нет, я так не думаю, Санц! Твоя помощь только бы отсрочила неизбежное! Боюсь, мы слишком голодны, чтобы оставаться в живых! Нет! Я считаю, что если мы хотим жить, то мы должны играть, полагаясь на более долгосрочное решение! Сынок, ты меня слышишь? Ты был готов отдать свою еду! Я впечатлен твоим самоконтролем! Хм... В этом один из плюсов быть скелетом, состоящим из костей! У меня нет желудка, чтобы голодать! Хм... Не думаю, что так все просто! А, верно! Виноват! Забыл, что ты знаешь о скелетах больше, чем я сам! О! Здесь всегда так позитивно? Все давно уже не на своих местах, и ты это знаешь? Да, знаю! Просто усложняет тебе работу! Что ж, удачи, сынок! Погодь, что? Ну ты сказал! Ох, папс, как же ты с этим справляешься! Посмотрите на нее! Моя дочь умирает! Пожалуйста, боже, умоляю! Ей нужно поесть! У вас должно быть хоть что-то! Ваше Величество, вы должны ей помочь! Мне очень жаль. Но наши запасы за неделю истощены. Я обещаю уведомить вас, когда наша команда с пожитками вернется. Этого недостаточно! Я... Я не знаю, сколько еще она... Мне так жаль! О, боже! Мне так жаль! Тебе... ЖАЛЬ?! Интересно, что же впереди? Да что это я так беспокоюсь? Если папс приходит сюда каждый день, то я это уж точно переживу один визит. О! Прости, Санс, я напугала тебя? Я занималась планированием революции. Королева подвела нас. Слишком многим детям она позволила умереть. Настало время перемен. Что ты думаешь об этой прекрасной идее? Я думаю, что меня скоро вырвет. Да... Я чувствую себя точно так же. Присоединяйся к делу, Санс! Давай не позволим монстрам умирать просто так. Я могу собрать свою армию. И тогда мы свергнем ее. Получше подготовь себя, Санс. Восстание еще впереди. Восстание? Таких, как она, будет только больше. Но... Еще не поздно. Нет, мы придумаем что-нибудь другое. Должен быть другой выход. Я... Я не верю! Ты только что видела, как мать потеряла свое дитя. И все еще веришь, что сможешь спасти всех? Сколько ты еще готова потерять? Уж точно на одного меньше, чем ты. Нет, нет, нет! Я не это хотела сказать! В смысле это, но... Я не хотела вновь давить на тебя! Не на моего лучшего друга. Эм... Альфис? Куда ты ушла? Эй, ваше величество! С кем вы тут болтаете? Санс! Какого черта ты здесь делаешь? Воу! Как насчет убавить несколько децибел? Сложный день и все дела. Что ты здесь делаешь? Папс не мог, так что... Я здесь. Папирус? Но я не ожидала. Ах, точно! Вторник! Так что вы обычно делаете? У вас есть монополия или... Слушай, я понимаю, у тебя был длинный путь. Но тебе нужно уйти. Здесь творятся ужасные вещи. И мне кажется, я схожу с ума. Я в последнюю очередь хочу рассматривать ужасный выход из всего этого. И так как ты здесь, я... Я... Я бы хотела рассказать тебе больше. Но ты не поймешь. Это слишком ужасно. Попробуй. Нет, я... Думаю, будет лучше, если ты просто пойдешь домой. Прости. Ну, ты права. Есть одна вещь, которую я не понимаю. Я не понимаю, почему ты отталкиваешь единственного парня, который может помочь запустить чертову штуку. Ты знаешь? О боже. Он знает, в чем дело. Он знает, что Альфис хочет убить его моими руками. Но почему он пришел сюда? Почему он принял это? Может, она права? Может, он хочет пожертвовать собой? Смогу ли я сделать это, если он меня попросит? Санс, я доверяю тебе. Ты лучше знаешь. Что бы это ни было, ты можешь поделиться со мной. Что бы это ни было, я буду готова. И если ты думаешь, что другого пути нет, тогда я сделаю это. Окей. Звучало стрёмно, но... Мило, что ли? Как я понимаю, учитывая размер этой штуковины, нереально понять, как работают некоторые компоненты. Но на чертежах постоянно есть что-то типа ёмкости для проведения энергии от внешнего источника. Хорошая новость в том, что если мы найдем этот энергетический рецептор, этого и остатков нашей магии хватит на поддержание машины и позволит пережить наше... временное пребывание здесь. Но мы прочесали эту чертову штуковину с ног до головы! Здесь нет альтернативного энергетического рецептора, кроме того, что сгорел! Это как бы плохие новости. Этот энергетический рецептор... кажется мне, что он находится в центре ядра. Я говорю тебе про ядро ядра. Так что... Давай уничтожим его. Какого черта? Уничтожить ядро? В смысле, не полностью. Я имел ввиду, мы снимем верхний слой и разместим внутренний рецептор, перезапустим, а потом... перестроим эту штуку. Слушай, я знаю, эта хрень полная и занимает кучу времени. Но я тебе говорю, я перепробовал всё, и ничего другое не работает. Не волнуйся. Я помогу тебе найти волонтёров. Эм... С... Санс? Работа отвлечёт их от всех забот, понимаешь? Это вернёт всем немного надежды. Я тебе гарантирую, Андаин. Всё будет хорошо. Разве ты не видишь это? Ты... Ты истекаешь кровью! Истекаю кровью? О чём ты говоришь? Я в норме. О боже, нет. В чём дело, ваше величество? Нормально себя чувствуете? Эй, у тебя, наверное, сегодня плохой день. Как насчёт того, чтобы прилечь? Это нереально. Это нереально. Не в себе, да? Я могу понять. Хе-хе. Не смотри на меня. Не смотри на меня. Не смотри на меня. Эм... Ты... Ты там в порядке вообще? Я, конечно, знал, что тебе не понравится, но... Я вообще не ожидал такого. Я сказала не смотреть на меня! Эм... Я, пожалуй, пойду. О? Ты уходишь? Эм... Ого. Мне... Мне нужно кое-что сделать дома. Хех. Вот как получается. Ты проделал весь этот путь, чтобы сказать мне разрушить его. Чёрт побери, Санс. Я верила, что ты всё исправишь. Всё это время ты работал. Хотя, по сути, ты почти никогда не работал. И получается, что всё напрасно? Что ты мне только что сказала? Большой хаос, Ваше Высочество. Я? На себя посмотри! Эй... Прости. Я не это имел в виду. Честно. Если долго не ешь, начинаешь нервничать. Понимаешь? Позволь мне загладить свою вину. У нас ещё остались запасы в сноудине. Пойдём выпьем. Санс, я дала тебе шанс. Как королева, я должна делать то, что лучше для всех. Стража, взять его. Мои извинения, сынок. Ты? Что за чёрт? Ты в своём уме, чёрт тебя дери. Ты не можешь так поступать. Я королева подземелья. Я могу делать всё, что, чёрт возьми, захочу. Альфис рассказала мне обо всём, колдунишка. Остался один единственный источник силы, который мы не использовали. Это ты. И я хочу испытать этот новый инструмент, который она разработала. Специально для этого случая. Она сказала мне, что будет не больно, пока ты будешь сидеть смирно и держать свой глаз открытым. Поэтому... Тебе не стоит ни о чём волноваться. Стой! Ты делаешь огромную ошибку. Предупреждаю, ты не на того напала. Слушай, я могу починить ядро, клянусь. Для этого только потребуется немного времени. Вы серьёзно? Вас, блядь, это устраивает? Эй, Санс. Смотри-ка сюда. Что ж... Похоже, у меня нет выбора. Что? Что происходит? Что, чёрт возьми, ты делаешь? Что ж, ваше высочество. Не знаю, как у тебя это получилось, но ты сделала это. Тебе официально удалось... Вывести меня из себя. Держи свою медаль. Вау! Я знала это! У ублюдка есть сила, которая нужна нам. И он пытался спрятать её от нас. Не могу сказать, что ты одна разочарована. Сучка. Ты только что оскорбил меня? Я убью тебя только за это! Нет, ты не приблизишься. Я сваливаюсь. Но я... Скоро вернусь. Нет! Пожалуйста, Санс! Нам нужна твоя душа! Моя жена! Мои дети! Они не протянут ещё дольше! Вали нахрен! Давай попробуем ещё раз. Нееет! Ты никуда не уйдёшь! Колдун! Вау! Сегодня... Сегодня не мой день. Попробую вернись! Вау! Какого чёрта! Я не смогу победить этого типа, если он отражает все мои атаки! Так точно, королева. Кажется, лучшее, что ты можешь сделать, это перестать и дать мне уйти. На самом деле, это неправда. Когда Папирус сражается, он использует ограниченное количество костей. Уверена, то же самое и в сражении с Сансом. Просто продолжай сражаться, и в конце концов у него всё закончится. Потрясающие новости, Альфис. Спасибо. Да, ты лучшая! Без проблем, Андаин. Всё что угодно, лишь бы ты победила. Андаин, у меня есть идея. Может быть, если ты... Думаешь, это всё, да? Думаешь, что мне нужна Альфис, чтобы узнать, как убить тебя? Будет отстойно. Нет, этого не может быть! Как? Боже мой! Прости за это. Вот и всё. Он освободился. Без специальной способности Андаин может убежать. Вот и всё. Больше никакой силы. Погоди-ка. Почему он просто стоит там? Разве он не собирается телепортироваться? Мой глаз. Мой глаз! Не думай, что он может. Ты попадёшь прямиком в ад из-за этого. Хе-хе-хе. Но ты уже знаешь об этом, не так ли? Ад? С чего ты взял, что он хуже, чем это место? Есть другой способ. Говорю тебе. Мне жаль, Санс. Но ты единственный, у кого есть сила. Способная спасти всех нас. Отличная работа, Андаин! Ты сделала это! На самом деле всё прошло намного лучше, чем я ожидала. Быстрее! Несите его к ядру, ваше величество! Мы все надеемся на тебя! Ты сможешь сделать это! Хорошо. Это должно сработать! Поторопись, Андаин, пока нам всем не пришёл конец. Пожалуйста. Пожалуйста. Ох, пожалуйста. В самом деле... Она вернулась! Это чудо! Энергия вернулась! Мы снова можем есть! Правда? Боже мой! Это правда! Вот дерьмо! Чёрт! Чёрт! Это плохо! Что нам делать? Почему он не превращается в пыль? Эта вещь... Выглядит как кровь! Да... Что-то здесь не так. Кто звонит? А? Ваше высочество поздравляю со спасением подземелья! Мы обязаны вам жизнью! Кто звонит? Звонок от насочной полиции. Кто ещё нахрен такой этот насочная полиция? Зачем насочная полиция звонит Сансу? Это его брат! Вы недоумки! И это проблема! Чёрт! Я знала, что ему придётся узнать в конце концов. Ну а я не могу сказать ему сейчас! Ээээ... Что... Что вы с ним сделали? Если он сорвётся, я никак не смогу его сдерживать! Дай сюда! Да, мэм! Разберусь с этим позже. Мне нужно исцелиться. Эээ... Но моя королева, что делать с телом? Закопайте! И сделайте всё как следует! Этот парень — герой! Похороны без пыли. Сегодня многое было впервые, так ведь? Так ведь, солдат? Ээээ... Солдат! Да что с тобой не так? Что ты вспотел? Солдат! Ответь мне! Солдат! Что это? Боже мой, как это произошло с тобой? Хорошо, это не кончится. О, что случилось? Ээээ... Кто, блядь, взял мой телефон? Все еще не верится в это. Энергия вернулась. Это чудо! Жена позвонила. Мои девочки в порядке. Слава богу. Королева Андаин, вы вернули жизнь в подземелье? Да. Я вернула сюда жизнь, разве нет? В конце концов, даже самому богу приходилось идти на большие жертвы ради всеобщего блага. И это именно то, что сделала и я. Что? Уничтожьте его! Уничтожьте глаз! Что? Что случилось? Он все еще жив! Это его глаз! Это он не дает ему умереть! И сейчас он... Черт! С меня хватит этого! Эй, все... Все в порядке! Косточки такие маленькие... Они... Высасывают мое здоровье! Помогите! Моя спинат! Кто-нибудь, помогите! Убей! Сукин сын! Он уходит! Альфис! Будь моими глазами! Скажи, где он, чтобы я могла убить его окончательно! Альфис! 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 Ответь мне! Стучите сколько хотите! Вы... Вы не войдете сюда! Да ладно тебе! Ты даже не знаешь, кто это! О, нет! Итак... Не такая ты крутая Без королевы под боком, да? Подруга! По-по-постой! Я могу объяснить? Ой, здорово! Твоя болтовня мне столько пользы принесла! Если ты не заметила, я теперь урод! Благодаря тебе! Ну же... Давай... Объясняй! К-клянусь! У меня была причина! Нахуй пошла! Я говорил тебе о ядре! Я говорил тебе, как мы могли бы запитать его вместе! Но в ту секунду, когда ты поняла, что молчание не помогает, ты сказала, Анден, убить меня! И что же ты на это скажешь, подруга? Скажешь что-то напоследок? Да! Вот это! Ты можешь убить меня, Санс! Я пойму! Просто... Тебе нужно увидеть, почему я сделала это! Хе... Хорошо... Это не потому, что я так хотела! П-пожалуйста! Ты должен знать это! Знаешь, то, что случилось, чудо! Мы монстры теперь снова можем жить! И все мы должны благодарить тебя за это! Ты понимаешь это? Так ведь, Санс? Ты тот, кто спас это место от превращения в одно большое кладбище! Ты сделал так, чтобы это случилось! И ничто этого не отнимет! Разве это не то, чего ты всегда хотел? Сделать что-то значимое! Что будут долго помнить! Твоя задумка с ядром ядра была просто слишком рискованной! Подумай о том, скольких бы мы потеряли еще до того, как нам удалось бы его починить! Подумай о том, сколько бы нашей энергии и магии было бы потрачено впустую, если бы оно не сработало! А оно могло не сработать! Да, мой поступок не заслуживает прощения! Я должна быть спятила, раз подумала, что жизнь стоила того, чтобы жить без тебя! Я готова расплатиться за это ценой своей собственной жизни! Но мое решение помогло спасти жизни, которыми ты был готов пренебречь! Мне жаль, Санс! Но я поступила правильно! Делай, что хочешь! Но ничто не заставит меня передумать! Нет! Агас! О, боже! Здравствуйте, ваше высочество! Метатон! Ты в порядке? Ну, я... Да! Если быть в порядке, вы имеете в виду жив! Альфи соорудила для меня прекрасный бункер! Однако... Нет, 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 нет! Она мертва! Он убил ее! Нет! Нет! Она жива! Только вот... Возможно, будет лучше, если я покажу вам! О, хорошо! А вот и она! Мистер Уигуани, есть что сказать? Его дети королевских кровей! Они забрали все мои деньги и купили луну! Мы закроем космос и найдем единство! Альфис? С тобой все хорошо? Что же он сделал с тобой, Альфис? Маленькие личинки ползают по моим очкам! Ваше высочество! Ананас! Не вините себя за все случившееся! А почему нет? Все мы сегодня потеряли рассудок, но... Я считаю, что есть все еще шанс оправиться! Мне так жаль, Альфис! Но все наконец закончилось! Он ушел, и теперь ты в безопасности! Иди сюда! Здесь едят свои лимоны! Все закончилось! Все закончилось! Божечки! Пошли, Альфис! Пошли! Посмотрим, как мы сможем привести тебя в порядок! Лимоны! Да-да, дорогуша! Все лимоны! Кого винить? Ту, у кого была идея? Ту, кто прошла через все это? Или же того, кто искал мести? Иногда эти вопросы не имеют настоящих ответов! Иногда настоящий вопрос в том, кто может снова все исправить? Я спрашиваю, кто, блядь, забрал последнюю конфетку? Хоррор Тейл отправляется на короткий перерыв. Следите за автором комикса для дальнейших обновлений. Конец? Конец?